Привет! Сегодня в нашей рубрике мы расскажем о защите дымохода от осадков и других неприятных погодных явлений. Защитить дымоход от дождя либо снега можно с помощью вот такого простого элемента. Это зонтик, который надевается сразу на выход трубы. Такой же зонтик бывает еще и с оголовком. Применяется он для труб типа сэндвич, то есть здесь этот оголовок еще работает как крышка, закрывая внутренний слой утеплителя сэндвич-трубы. Также надевается он на выход и защищает от попадания осадков. Но защитили от осадков это конечно хорошо, но как быть с боковым ветром? Если вы проживаете в регионах, в которых очень сильные ветра, либо же ветер очень часто меняет свое направление, то вам просто необходим дефлектор, который также устанавливается на выход дымохода. По сути это тот же зонтик, который дополнительно огорожен еще вот такой вот широкой обоймой из стали. Устанавливается он также на выход дымохода, и принцип его работы очень прост. Также я рекомендую установить дефлектор еще и тем, кто активно пользуется своим отопительным прибором в межсезонье. Дело в том, что во время сильных дождей, других осадков, очень часто бывают сильные порывы ветра, которые могут как раз и сбить тягу. В этом случае лучше применять дефлектор. Чем чреваты подобные явления? Во время работы печи, котла, камина, да в принципе любого другого отопительного прибора, дым, выходящий из трубы, он сбивается резким порывом ветра, и в этом случае сбивается тяга. И печь начинает работать нестабильно. В отопительных котлах даже возможны хлопки газов несгоревшего топлива. Но самое опасное явление в этом случае – это когда образовывается обратная тяга. Весь дым начинает валить в помещение. Это очень опасно. Дефлектор решает эту проблему весьма изящным способом. Ветер, который дует сбоку, встречает на своем пути препятствия в виде самого дефлектора, попадает вниз, затем под непосредственно зонтиком внутри дефлектора создается область разрежения, и именно из этого разрежения тот ветер, который попадает в дефлектор, как бы вытягивает дым из трубы. То есть в данном случае он даже помогает увеличить тягу в дымоходе. Кстати, дефлектор отчасти может решить проблему недостаточной тяги при ошибках монтажа дымохода. В том случае, когда высота дымохода недостаточная, либо же рядом с домом внезапно выросло очень высокое дерево, либо возвели соседи, либо более высокое здание. Но лучше, конечно же, решить вопрос путем наращивания дымохода. Это более правильно. Это уж совсем другая история. Вот в двух словах мы и описали принцип работы дефлектора, то, для чего он нужен. Надеюсь, что вопросов у вас по этой теме не осталось. Если же вопросы все-таки есть, пишите их в комментариях. Очень ждем их. Также ждем ваши предложения по темам для новых выпусков этой забавной рубрики. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!